Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот я сейчас нахожусь в теплице, там где я высаживала томаты для получения раннего урожая. Томаты зреют, сорт за сортом наливаются. Но я зашла рассказать о том, что вот сейчас стоит аномальная жара во многих регионах. И томаты наши, конечно, страдают. Я вот захожу каждое утро, проверяю их состояние. Но у меня вроде листья не крутятся, все томаты здоровые и выглядят хорошо. Но все равно, у нас сейчас вот передали, что будет в ближайшие дни 32-35 градусов. Это очень много. И я вчера тоже начала притенять теплицу, вот первую накинула. Способов, как уберечь наши растения от жары, от аномальной вот такой жары летом, очень много. Кто-то белит мелом, кто-то натягивает вот нетканное полотно. Но эти способы я не стала использовать, потому что они, ну, как-то более трудоемкие. Если белить мелом, у нас в сибирский регион, у нас сегодня жарко, через две недели начнется дождливая такая пасмурная погода, и солнца и так будет недостаточно. Я выбрала вариант, когда я могу мобильно то прикрыть, притенить, то убрать это притенение. Нетканный материал, когда вот изнутри люди используют, закрепляют вот на эти, ну, как-то прицепляют здесь. Тоже я сразу отмела, потому что его и устанавливать, укреплять, ну, время какое-то требуется, и убирать сложно. Я выбрала самый легкий, так как я занятый, занятой человек, самый легкий вариант. Купила для притенения вот такую специальную сетку. Вот видите, вот она сетка с той стороны. Ее просто накидываешь на теплицу, и вот она. И она висит, и вот такой, как тенек, ну, именно вот тот, который мне понравилось, мне нужен. Вот, сейчас вам покажу. Она, конечно, дороговатая, но я ее купила, я думаю, что буду пользоваться много лет. Купила в садовом магазине, написано, называется, сетка для притенения. Она уже специально сделана 10-метровыми кусками на теплицу, вот такую, как моя, 8х3. Стоит она, хотя 790 рублей, я, конечно, долго вокруг нее ходила, но дорого. Но я как посчитала, что если даже она 5 лет будет у меня использована, ну, это 100 рублей в год за один сезон, это не очень дорого. И что удобно? Я, ну, как края, каждый край просто завязала туда по камешку. Муж мне помог вот так перекинуть. И как грузики грузила, сделала на каждой из четырех концов. Вот сейчас она у меня пока жара будет висеть. Как только у нас наступит, когда там в августе у нас начинается дождливая такая пасмурная погода, и солнца будет недостаточно, я эти камешки отвяжу и сдерну ее с теплицы, все. Это очень просто. Во-первых, что облегченный вариант. Хочешь сделать тень, можно сделать тень. Хочешь, чтобы тени не было, тень уберешь. И, кстати, вот когда многие пишут про кошек, что кошки залазят, пакостят, я когда вчера натягивала эту сеточку, я как раз подумала, что вот такой сеткой можно, кстати, предохранить свою теплицу и от кошек. Просто купить вот такую сетку, какой-то кусок, натянуть на двери, закрепить, и все, пожалуйста. И проветривание есть в воздух, и кошки не зайдут. Вот мне очень понравился вот этот вариант протянения. Он такой как бы оптимальный. Оно и солнце как-то уже не жжет. Вот такой именно вот сейчас, уже 10-й час утра, и солнце у нас, можно сказать, уже очень высоко. Было бы здесь сильно жарко. И вот я сегодня почувствовала, что именно вот столько солнца, сколько нужно. Оно и пропускает, но и немножко предохраняет. Все, вот это короткое видео, не буду я надолго развозить. Вот кому нужно, у кого есть проблемы, вот сейчас во многих регионах стоит аномальная жара, прямо вот в теплице пекла, можно вот такую вот сетку для притянения, специально в садовых магазинах продается. Я думаю, что она многим поможет. Все, до свидания.